здравствуйте меня зовут сергей голове и мы приходим к вам из церкви христианской веры здесь в городе сакраменто штат калифорния это прямое включение в 12.30 здесь на западном побережье 3.30 на восточном побережье 22.30 киев 23.30 московское время огромнейшая благодарность всем хочу поблагодарить руководство телеканала телеканала тебен россия за предоставленную возможность вещаться в прямом эфире и прийти к вам с евангелием господа нашего иисуса христа павел однажды сказал евангелие есть сила божия ко спасению всякому верующему мы надеемся что последующих несколько минут сила божья будет высвобождена касаясь наших сердец наших семей касаясь наших церквей касаясь наших стран во имя господа нашего иисуса христа прежде чем мы перейдем к послание бы хотел попросить вас об одной вещи сейчас на своем экране вы видите номер телефона это номер голосовой почты если вы позвоните по этому номеру никто не будет поднимать трубки но вам предоставится возможность оставить свое сообщение буквально в нескольких словах скажите нам о вашей молитвенной нужде если вы или кто-то о ком вы знаете нуждается в молитвенной поддержке мы здесь чтобы молиться с вами мы здесь чтобы молиться за вас библия говорит многое может усиленная молитва праведного молитва согласия меняет положение вещей буквально в короткие сроки эта молитвенная просьба будет передана по молитвенной цепи и мы подставим свои плечи для того чтобы как я уже сказал ходатайствовать за вас чтобы сам бог сверхъестественным образом вторгся в ваши ваши обстоятельства и изменил их к лучшему равномерия пусть не затруднит вас написать нам несколько слов просто сообщить нам о том где вы принимаете наш сигнал почты сиси инфо дат орк инфо от сиси инфо дат орк спасибо вам еще раз за то что вы вместе с нами и пусть бог благословит вас и хранит вас своем совершенном мире как мы открываем его слова для того чтобы позволить ему сделать ту работу которую только божье слово может сделать церковь давайте еще раз большими аплодисментами выразим свою благодарность нашей теле аудитории один текст священного писания который я рассуждал уже некоторое время хочу поделиться некоторыми мыслями мыслями надеюсь что вы из наслужений и те из вас которые с нами в прямом эфире найдете эти истины найдете есть и принципы практичными для себя в своем индивидуальном следовании за господом и в равной мере в нашем корпоративном следовании за ним наш базовый текст это послание к римлянам глава первая послание к римлянам первая глава мы прочитаем несколько стихов начиная с первого римлянам 1 1 если вы открыли закричите громко аллилю я закричи так чтобы услышал твой сосед закричи так чтобы услышали люди которые своих домах присоединяются к нам и так послание к римлянам первая глава и мы читаем с первого стиха павел рабе иисуса христа призванный апостол избранный к благовестию божий который обошел через пророков своих святых писаний о цене своем который родился от семени давидова по плоти и открылся сыном божьим силе по духу святыни через воскресение из мертвых о христе и иисусе господи нашим через которого мы получили благодать и апостольство чтобы во имя его покорять вере все народы посмотрите еще раз внимательно на 3 стихи о сыне об иисусе христе который родился по плоти но открылся с сыном божьим по духу родиться по плоти чтобы открыться по духу родиться по плоти чтобы открыться по духу я начну с того что и это не какие-то высокопарные заявления или наоборот приземленное утверждение оно правдиво христос пришел в мир спасти грешников тяжело аргументировать против этого он пришел в мир спасти грешников павел даже говорит из которых я первый иисус христос пришел в этот мир дабы искупить погибших он явился определенной или для совершения конкретной миссии и миссия была выполнена он сделал то для чего он пришел но миссия не выполнена если бы христос не осознал цели ради которой он явился миссия стала выполненной только потому что он открыл для себя цель ради которой он пришел им чему оно сводилось цель сводилась к тому чтобы будучи рожденным по плоти открыться по духу я повторю это еще раз цель сводилась к тому чтобы будучи рожденным по плоти открыться Кто из вас знает, что каков он, таковы и его? Как он, таковы, так и мы в этом мире. У нас есть миссия индивидуальна, у нас есть миссия корпоративна. Миссия будет выполнимой, реализуемой, ощутимой, при условии, если мы индивидуально и корпоративно откроем или переоткроем для себя цель, сводящуюся к тому, чтобы узнать свою дождественность. Поэтому ударение сегодня будет делаться на духовные айдии. Лично, духовные айдии, корпоративно или церковно. Римлянам 8 глава, это наш следующий текст, прежде чем мы сделаем шаг дальше. Римлян, стих 18. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Заметим, слава откроется не для нас, но слава откроется в нас. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания, еще раз 18 текст, Римлянам 8, 18, ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». «Слышите, вся тварь сегодня ожидает откровения духовной тождественности каждого последователя Иисуса Христа. Вся тварь сегодня в ожидании, чтобы я, ты и все мы вместе открыли духовную тождественность. Потому что без этого, я повторю еще раз, выполнение или исполнение нашей миссии просто будет невозможным». Сегодня очень много разговоров. По сути, вся динамика социальных сетей сводится к тому, чтобы человек маломальски утвердил себя. Чтобы человек маломальски заявил о себе. Кто-то предпочитает свою тождественность найти по своему этническому признаку. Кто-то, говоря о тождественности, отождествляет ее или, говоря о тождественности, связывает ее с цветом своей кожи. Для кого-то во главу угла положен его финансовый статус. Кто-то, говоря о своей тождественности, ссылается на то, каким было ее или его прошлое. Но во 2-м послании Коринфянам, в 5-й главе, апостол Павел говорит во 2-й половине 17-го стиха, «Древнее прошло, теперь все новое». Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. То есть наша тождественность по плоти, она в равной мере в прошлом. Кстати, стихом выше он говорит, «Посему отныне мы не знаем по плоти? Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Почему? Потому что Христос явился не для того, чтобы продемонстрировать, кто Он по плоти. Христос явился для того, чтобы продемонстрировать, кто Он в духе. Христос явился для того, чтобы открыть свою тождественность в духе. Вы здесь или нет? Евангелие Марка, 1 глава. Евангелие Марка, 1 глава. Мы прочитаем несколько стихов, 23 и 24. Друзья, поймите такую деталь. Духовный мир реагирует только на нашу духовную тождественность. В Марка, 1 главе, 23 стихе мы читаем, в синагоге их, неинтересный ли оборот речи, в синагоге их был человек, одержимый духом нечистым. Ну, пришел человек на собрание, как и в ряд других предыдущих суббот. Все его знали хорошо, с многими он был знаком, где-то пересекались, быть может, какие-то общие дела, общие занятия. Но в ту субботу, если это была суббота, все поменялось. На собрание пришел Иисус. И нигде мы не читаем, что перед тем, как зайти на это собрание, Христос начал раздавать свои бизнес-карточки. Эй, я хочу напомнить вам о себе. Я Христос, Сын Иисус, Сын Иосифа и Марии из Назарета. Неплохой плотник, но в равной мере могу и проповедовать, если предоставите мне возможность. Это была синагога их. И мне кажется, что Христос в их синагогу на это собрание полностью незамеченным. присел где-то там на последних рядах. Это так выглядела ситуация в естественном. Синагога их. Люди и человек, одержимый духом нечистым, которого знали все, который никогда не проявлял себя, который никогда не спел сообщиной какого-то хаоса в очень организованном, красивом собрании. Иисус пришел на служение, сел на последнем ряду, и вещи начали меняться. Послушайте внимательно. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал. Не кричал до того. Нормально приодетый, причесанный, знал свое место, всем пожимал руку, всем улыбался, все его били по плечу, знали друг друга, были какие-то подвязки совместные. Но кричать на собрании зачем? Зачем нарушать собрание? А он не может не кричать. Только это не был крик радости, только это не был крик триумфа, только это не был крик победы, это был крик бесов. Знаете почему? Потому что духовный мир реагирует на нашу духовную тачственность. Зашел Христос, занял место где-то там в конце зала, в конце их синагоги, и одержимый духом нечистым, доселе не кричавший, никогда ход собрания вдруг начинает кричать. Что же он кричал? В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, вскричал, оставь, что тебе до нас, не до меня? То есть их было много. Человек один, а бесов в человеке много. И они в унисон кричат. Вы можете представить себе вот собрание, да? Все прописано по деталям, поминутно. Кто, когда, что говорит, кто, когда, что делает, и вдруг. Вот когда все идет так устроено, красиво, все предсказуемо, вдруг непредсказуемый крик, человек истерически начинает кричать, оставь, оставь. Как бы вы реагировали, если бы вот этот приутюженный, причесанный, собранный, красивенький, или красивенькая, вдруг возле вас начало орать. И еще, не просто от одного лица, а от множества. «Оставь, что тебе до нас!» Смотрите, что кричит этот человек. «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас!» Кстати, в английском переводе знак вопроса стоит. Бесы еще не знают, если они по-английски разговаривают, что он пришел погубить их. Он пришел разрушить дела дьявола. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И он сказал, «Я даю вам власть наступать на змеи, скорпионов и на всю вражью силу, и ничто не повредит вам». Говорит, «Знаю, кто ты!» Святой Божий. Никто не знал его по плоти, но духовный мир знал, кто он в духе. И люди на собрании не знали, что плотник из Назарета присоединился к их богослужению, но человек одержимым знал, что атмосфера поменялась в момент, когда Христос переступил порог этой синагоги. Я спрашиваю сегодня, кто ты в духе? Какая моя в духе? Меняется ли обстановка там, куда ты, я, мы приходим? потому что единственная вещь, на которую реагирует духовный мир, это наша духовная тождественность. Когда мы представлены неизлечимой болезни, когда мы представлены узлам, которые по-человечески невозможно развязать, духовный мир не будет спрашивать, сколько у нас последователей в социальных сетях. Есть одна вещь, на которую реагирует духовный мир, это твоя, моя, наша духовная тождественность. Похоже, Марк оставляет нам еще одну, только уже в пятой главе. Марка пятая глава, второй стих. Я помогаю кому-нибудь сегодня? И когда вышел он из лодки, речь о Христе, тотчас, скажи тотчас, скажи громче тотчас. И когда вышел он из лодки, тотчас, мы еще возвратимся к этому слову, встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог связать его даже цепями. еще один орешек. Это отдельный случай. Христос на лодке направляется, куда он считает нужным направиться, и как только он прибыл на тот берег, куда он направлялся, вдруг вещи в духовном мире начали меняться. Этот парень ни на кого не реагировал. не лист 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 иисусу, он перед кем не кланялся, он никогда никого не боялся, все его боялись, его пытались связать цепями, его пытались связать узами, ничего не получалось, он разрывал цепи, он сокрушал всякие оковы, посмотрите в пятый текст, всегда ночью и днем в горах и гробах, скажи всегда, скажи громче всегда, всегда ночью и днем в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Какая жуткая картина, бедного человека, которого никто укротить не может, пытаются, но ничего не случается. Я не случайно попросил вас сказать слово всегда, это ключ, 24 часа в сутки, это был крик, это был терзающий душу крик, в горах он орал, единственное отличие, или разница только, наверное, по временем, когда-то громче, когда-то тише, но орал всегда. Английский перевод говорит, резал себя камнями, истязал себя, мучил себя. Увидев же Иисуса издалека прибежал и поклонился Ему. Что отличало Иисуса от остальных в лодке находившихся? Что отличало Иисуса от остальных этого беднягу связать цепями, укротить каким-то образом, одеть его в одежды, приписать его по какому-то адресу? Что отличало Иисуса от всех остальных, которые пытались помочь этому человеку? Ночью и днем безостановочно оравшему, мучившему себя, бившемуся о камни, когда он предстал пред Христом. Это не был такой миленький, это был израненный, кровоточащий, грязный, истощенный физически, эмоционально, уже не говоря о том, что он был духовно узурпированным полностью. Ни перед кем не переклонявшийся до того прибегает и поклоняется Иисус. Почему? Что отличало Христа от всех остальных? Почему перед другими он не кланялся? Наговоры других он не соглашался. Отличие Христа сводилось в его духовной торжественности. Видите, друзья, он родился по плоти, чтобы открыться по духу. И каков он, таковы и его. Мы пришедшие в этот мир по плоти для того, чтобы открыться по духу, для того, чтобы открыть свою духовную тождественность, потому что единственная вещь, на которую реагирует духовный мир, это то, кем мы являемся в духе. Помните историю это в деянии апостолов? Там было семь парней, и у них серьезное резюме. У них были, мы говорим по-английски credentials, они были сыновья первосвященника Скевы. Представляете себе, только написал на листике, кто ты? Семь имен, и все сыновья одного первосвященника. И только потому, что они все сыновья одного первосвященника, перед ними открывались двери. Люди в почтении умолкали, потому что по плоти у них было какое-то имя, что-то с собой, был какой-то вес. И они неслышаны о том, что проповедуется Евангелие. Проповедуется Евангелие, и как результат проповеди Евангелия, люди спасаются, больные исцеляются, одержимые освобождаются, и ребята, у которых было очень такое серьезное резюме по плоти, решили показать его духовному миру. Но духовный мир не реагирует на то, кем мы являемся по плоти. Единственная вещь, на которой духовный мир, это на наше резюме в духе. Это на нашу тождественность в духе. И вот эти парни, все вместе, семь из них, представляете себе, какие узы родства, братская любовь, все вместе. Кушаем вместе, на работу идем вместе, живем вместе, бесов изгоняем, тоже разум. И они вместе взялись за одержимого, чтобы принести ему настоящую свободу. Я не знаю, какие там были вещи, фразы, заявления, как они подходили к всему этому, но к их большому удивлению бес говорит. Иисуса знаю. Видите, я повторяю еще раз, единственная вещь, на которую реагирует духовный мир, это наша духовная тождественность. И бес говорит этим ребятам все всем вместе. Всем вместе говорит. Павел известен. Кто вы? Кто вы? А у них мы сыновья скевы. Ну, такого нету, конечно, в Библии, но мне кажется, бес сказал бы им, мне наплевать на ваше сыновство, мне абсолютно все равно, что вы сыновья и одного отца, и он притом еще и первосвященник. Мне важно, я реагирую на то, кем вы являетесь в духе.